Друзья, всем привет! Меня зовут Алекс и с возвращением на мой канал. Сегодня мы с вами поговорим о программе культурного обмена и о программе, по которой я приехал в Америку, которая называется Work and Travel USA. Эта программа даёт возможность тысячам студентов с разных волков мира приехать в США на лето. Итак, давайте же подробнее поговорим об этой программе и о том, как я поехал в Америку, конкретно по программе Work and Travel. Прежде всего, принимать участие в этой программе могут только студенты университетов и конкретно очной формы. Также вам должно быть от 18 до, я верю, до 23 лет, для того, чтобы принять участие в этой программе. Для американских работодателей это очень хорошая возможность сэкономить и получить дешёвую рабочую силу на лето, так как я не думаю, что американцы будут работать за минимальную рабочую ставку, потому что они недорогие. Но для нас иностранцев это действительно очень хорошая возможность подзаработать такие немалые деньги, как для студента, около нескольких тысяч долларов. Сейчас я расскажу о том, что нужно для участия в этой программе и как конкретно я участвовал в этой программе. Лучше всего я всем советую обращаться в компанию, так как самому это будет очень тяжело и у компании конкретно уже есть опыт, у них есть конкретная база работодателей в Америке и они вам просто пошагово объяснят, как лучше всё сделать и как лучше попасть в Америку. Я не буду говорить, в какое агентство я обращался, так как после второго раза я был недоволен работой агентством, я очень сильно с ними поругался и я не хочу им делать никакую рекламу здесь. Но в целом ребята справились, так как конкретно я попал в Америку. То есть я получил то, что хотел. Когда ты приходишь в агентство, первым шагом является проверка твоего знания английского. И я могу сказать, что не обязательно иметь прям высокий уровень английского для того, чтобы участвовать в этой программе. На то время у меня был уровень английского elementary. То есть мне было тяжело говорить, но я прекрасно понимал. После прерывки английского наступает мой самый любимый шаг, а именно выбор вакансий. Самыми популярными вакансиями work and travel являются лайфгарды, а именно спасатели, хаускиперы, то есть уборщики отелев. Также есть работа в магазинах, это может быть кассир, грузчик или просто человек, который ходит и перекладывает вещи с одного места на другое. Также работа в парке актракционов, работа в ресторане, например, это может быть хостес, официант, бассер или фудранер. После того, как вы выбираете свою вакансию на лето, вы подписываете job offer, то есть это контракт на работу с американским работодателем. И, говорит, в моем случае после этого я заплатил 300 долларов за услуги компании на весь период их работы со мной. После этого у меня было интервью по скайпу с моим спонсором. Сразу же скажу, что это интервью не обязательно, очень многие спонсоры этого не делают, но мой спонсор конкретно это сделал. Целью этого интервью была проверка конкретно моего понимания всех правил программы. После прохождения скайп-интервью тебя ждет интервью с спонсором или американским работодателем, которые приедут в твою страну конкретно из Америки. Чаще всего спонсор или работодатель просто с тобой общаются по-английски в течение пару минут и задают тебе разные вопросы. Допустим, расскажи о себе, то есть расскажи о своем городе, почему ты вообще хочешь чахтать в этой программе, почему ты хочешь поехать конкретно в этот штат или конкретно в этот город и так далее. После этого вы платите стоимость программы, она может варьироваться от 1000 до 1500 долларов. В моем случае я заплатил 1300 долларов за эту программу. Потом вы платите 35 долларов за сервис. Я за два раза так и не понял, что это, но это было 35 долларов, поэтому я такой, ну не особо важно, потому что это не так много. И дальше вы платите консульский сбор, а именно 160 долларов. И после этого наступает самый тяжелый этап подготовки к этой программе, а именно интервью с консулом США. Я тоже говорил, что когда я ехал в Америку первый раз, мой английский был на уровне elementary. И именно поэтому я пользовался группой от Study UA в ВКонтакте, в которой другие студенты, которые уже прошли это интервью, они писали конкретный список вопросов, которые им задавали, и они писали советы. Честно скажу, мне это действительно очень сильно помогло. Я просто брал все вопросы, переводил их на английский и писал себе конкретные заготовки ответов на любой вопрос уже по-английски. И у меня была такая маленькая тетрадочка, и я действительно ее взял и заучил. Для того, чтобы хоть как-то не опозориться и как-то понять консула и сразу же ему ответить на любой вопрос, который он мне задаст. После этого у вас происходит собеседование, конкретно в консульстве США. И сразу скажу, консулы, они очень хорошие психологи. И вообще ваша цель, это доказать им, что вы ни в коем случае не останетесь в Америке. То есть ни в коем случае у вас нет цели эмигрировать в США. Прежде всего это интервью длится минуту-две, и тебе задают разные вопросы. То есть самые популярные вопросы, это где ты утишься, расскажи о себе, почему ты хочешь поехать именно в эту программу, именно в этот штат. Первый раз, когда я проходил интервью, мне задали вопросы, что ты думаешь по поводу экономической ситуации в Украине, так как я учился в экономическом университете в то время. Также у меня спросили, почему ты хочешь именно поехать в США, почему ты выбрал именно эту специальность в университете, опиши нам свою семью, и как ты вообще добрался с Одессы до Киева. После этого он мне сказал, расскажи мне пять основных правил пребывания в США. Я их назвал, и он говорит, поздравляю, ты получил свою визу. Второй раз было немножко тяжелее, так как это был уже мой второй раз. И понятное дело, у них были подозрения, что я могу остаться в Америке. Ну так как я это и сделал, в принципе. Второй раз мне повезло больше, собеседование было назначено в следующий день после моего дня рождения, и когда я разговаривал с консулом, я, конечно же, это пытался упомянуть. Первый вопрос был, расскажи о себе, и я ему стал рассказывать то, что, ой, меня зовут Алекс, я приехал из Одессы, мне 19 лет, и потом такой, ой, нет, у меня же вчера был день рождения, и мне вчера исполнилось 20 лет. То есть я пытался это упомянуть. И консул такой, о, поздравляю тебя, прикольно, 20 лет, блин. Я скучаю по своим 20 годам. Также он мне задал вопрос, почему я хочу участвовать в программе второй раз, и почему я выбрал штат Флорида второй раз. Но у меня были очень хорошие ответы, почему второй раз, и почему я выбрал конкретно тот же самый штат. Также он у меня спросил, что мне родители подарили на день рождения, я ответил айфон и посмеялся, и говорю, что еще нужно обычному студенту в 20 лет, как не айфон. Последний вопрос был очень странный, он спросил у меня, ты пользуешься Гелем Доволос? На что я ответил, нет, мои волосы в ней нет природного объема, поэтому я пользуюсь воском и лаком для того, что мои волосы выглядят вот так. И после этого он действительно засмеялся, сказал, окей, назови мне 5 правил, я вам дал тебе 5 правил. И он сказал, поздравляю тебя, ты получаешь визу второй раз. И я был просто нереально счастлив после этого, и я там чуть ли уже не плакал от счастья, и он такой, господи, не плачь, только здесь, если у тебя там очередь. И после того, как вы получаете визу, вы можете спокойно собирать свои чемоданы в Америку и покупать билеты. Стоимость билетов может быть очень разная, мне кажется, это от 500 до, наверное, до 1500 долларов, но я платил около 650 долларов. В целом программа Work and Travel вам обойдется в 3000 долларов, и скажу сразу же, что это кажется большой суммой, но действительно это того стоит. И за два раза, когда я был в Америке, я два раза отбил эту стоимость, и я даже заработал свыше. Но я работал действительно очень много в то время. Как подведем итоги стоимости этой программы? Первое, это 300 долларов на услуги компании. Второе, от 1000 до 1500 долларов цена может варьироваться за конкретно программу. 35 долларов это сейвиз. 160 долларов консульский сбор. И где-то 600, 800, 900 долларов на авиабилеты. Лучше взять деньги на первое время пребывания в Америке, от 500 до 1000 долларов, так как с самого начала, как вы начнете работать, вы не будете получать деньги сразу же. То есть вы получите свой первый пейчек примерно через три недели. И как-то же эти три недели нужно жить в первое время, правильно? Поэтому лучше взять с собой как можно больше денег на первое время. На этом, друзья, у меня все. Большое спасибо за ваше внимание, большое спасибо за этот просмотр. И увидимся в моих следующих видео. Я вас очень сильно люблю. Целую и обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok